здравствуйте добро пожаловать на мой канал в этом видео я покажу и подробно расскажу как связать вот такую симпатичную вазу которую я использую как хлебную корзинку поскольку цветом она мне напоминает плетеную корзинку в которой хорошо смотрится хлебобулочные изделия но конечно ее можно использовать в разных целях и сама по себе она выглядит очень мило диаметра верхней части корзинки около 25 сантиметров диаметра донышко около 15 но размеры конечно приблизительные будут зависеть от многих факторов например какие нитки вы будете использовать насколько плотного вяжите и и самое главное на чем вы эту корзинку будете формировать после того как вы ее свяжите вот например эта корзинка у меня с несколько округлым донышком и высотой бортиков около 7 сантиметров а вот это получилось несколько другой с более широким донышком более отлогими и плоскими краями и высотой этих краешков около 6 сантиметров я связала эту корзинку крючком 1 95 миллиметра использую вот такие акриловые нитки я вообще-то не очень люблю акрил но в данном случае мне очень понравился цвет показался очень подходящим для хлебной корзинки в этом моточке 367 метров к сожалению на этикетке не указан вес нитки но вот здесь видно что эта нитка немного отличается по размеру от тех белых ниток которые я обычно использую где в 50 граммах 280 метров и ушло у меня не так на корзинку совсем немного вот это то что осталось от моточка после того как я связала одну корзинку корзинка имеет довольно плотная донышко и ажурные стенки где чередуются узор ананас и расходящиеся веерочки начнем с донышка со скользящей петли в которой свяжем 8 полустолбиков для скользящей петли обмотаем ниткой два пальчика крест-накрест и вытянем вторую нитку наперед сделаем первую петельку немного затянем скользящую петлю и поскольку этот первый ряд ряд полустолбиков вместо первого полустолбика мы сделаем 2 воздушные петли а теперь полустолбики которые начинаются как будто столбики с накидом но затем мы провязываем все ниточки вместе делаем накид на крючок вводим крючок подхватываем ниточку и затем подхватываем нитку протягиваем ее через все петельки на крючке вновь начинаем как будто столбик с накидом провязываем все вместе начинаем как столбик с накидом провязываем все вместе мы связали 5 теперь 6 7 8 затянем скользящую петлю и сделаем соединительный столбик во вторую из воздушных петель и которые мы связали в начале ряда вот нас получилось 8 полустолбиков теперь я буду показывать эту сторону корзинки потому что в общем то это лицевая сторона работы во втором ряду в каждый из полустолбиков мы свяжем пышный столбик каждый пышный столбик состоит из 3 столбиков с накидом провязанных вместе между ними будет 3 воздушные петли и так вяжем 1 пышный столбик вместо первого столбика с накидом 3 воздушные петли и затем начинаем столбик с накидом в эту же петельку не заканчиваем его начинаем следующий столбик с накидом в это же место не заканчиваем его и теперь провязываем все столбики вместе вот мы связали первый пышный столбик 3 воздушные петли теперь вводим крючок следующую петельку провязываем половину столбика с накидом не заканчиваем накид вводим крючок в это же место провязываем половину столбика с накидом накид крючок вводим туда же провязываем половину столбика с накидом теперь провязываем все четыре ниточки на крючке 1 2 3 воздушные петли то же самое делаем следующий столбик вернее полустолбик не довязанный первый столбик с накидом не довязанный второй столбик с накидом не довязанный третий столбик с накидом провязываем все вместе делаем 3 воздушные петли и продолжаем так работать вязать пышные столбики в каждый из полустолбиков в конце ряда после того как связали 3 воздушные петли делаем соединительный столбик в верхушку 1 пышного столбика вот так второй ряд закончен в следующем третьем ряду мы продолжим вязать пышные столбики вместо 8 мы свяжем 16 будем вязать пышный столбик в пышный столбик и также пышный столбик в цепочку из 3 воздушных петелек между ними также будут 3 воздушные петли и так начинаем с пышного столбика 3 воздушные петли в это же место начинаем столбик с накидом начинаем следующий столбик провязываем все три вместе 3 воздушные петли следующий пышный столбик вяжем под цепочку из 3 воздушных петелек 1 начинаем 2 начинаем 3 начинаем провязываем все 4 ниточки вместе 3 воздушные петли следующий вновь в пышный столбик начинаем 1 2 3 все вместе 3 воздушные петли и пышный столбик под цепочку 1 2 3 3 3 воздушные петли продолжайте пожалуйста вязать этот ряд и в конце сделайте соединительный столбик в верхушку 1 пышного столбика в четвертом ряду мы свяжем 16 столбиков с накидом мы будем вязать эти столбики в цепочки из 3 воздушных петелек и между столбиками с накидом будут 4 воздушные петли в начале сделаем два соединительных столбика в первые 2 воздушные петельки чтобы добраться до серединки этой цепочки из трех первый столбик с накидом это всегда 3 воздушные петли и теперь 4 воздушные петли для разделения столбиков под следующую цепочку вяжем столбик с накидом 4 воздушные петли столбик с накидом под следующую цепочку 4 воздушные петли следующий столбик с накидом под цепочку 4 воздушные петли столбик с накидом и продолжайте пожалуйста вязать этот ряд в конце ряда сделайте соединительный столбик в третью воздушную петельку то есть верхушку первого столбика с накидом в пятом ряду в каждой из столбиков с накидом мы свяжем столбик с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом начнем вязать со среднего из трех столбиков с накидом вот в этот первый столбик и так 3 воздушные петли это первый столбик с накидом и средний в этой группе теперь 3 воздушные петли для разделения теперь начинаем вязать столбик с накидом в это же место не заканчиваем его и начинаем вязать столбик с накидом следующий столбик с накидом не заканчиваем его провязываем все вместе теперь 3 воздушные петли средний столбик с накидом в этот же столбик 3 воздушные петли начинаем столбик это у нас третий столбик в этот столбик с накидом и начинаем следующий следующий столбик с накидом и теперь провязываем их вместе 3 воздушные петли столбик с накидом это у нас средний в этой группе 3 воздушные петли теперь каждый раз когда мы доходим до последнего столбика мы начинаем его не заканчиваем и начинаем 1 следующей группе не заканчиваем провязываем их вместе 3 воздушные петли средний столбик в каждой группе из трех вяжем обычно 3 воздушные петли а вот теперь мы подошли к последнему столбику третьему в этой группе начинаем и начинаем следующий который у нас будет 1 следующей группе из трех провязываем их вместе 3 воздушные петли средний столбик в группе из трех как обычно 3 воздушные петли начинаем столбик и начинаем следующий провязываем их вместе и таким образом продолжаем работать до конца ряда в конце ряда после того как в последний из этих 16 столбиков мы связали центральный столбик сделали 3 воздушные петли то здесь у нас пока два столбика над этим последним связано мы начинаем вязать 3 не заканчиваем его начинаем вязать первый столбик вот в этой группе провязываем все это вместе таким образом здесь у нас оказалось три столбика здесь тоже оказалось три столбика 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик в третью воздушную петельку подъема таким образом мы оказались над центральным над вторым столбиком вот этой группы где нам и нужно оказаться для продолжения работы в следующем шестом ряду над каждым из центральных столбиков предыдущего ряда мы вяжем 2 столбика с накидом между ними 3 воздушные петельки и 5 воздушных петелек между этими группами и так 3 воздушные петли это первый столбик с накидом 3 воздушные петли для разделения и в этот же столбик вяжем еще один столбик с накидом вот нас получилась первая галочка и столбика с накидом 3 воздушных петелек столбика с накидом теперь 5 воздушных петелек находим средний из трех столбиков с накидом следующей группе вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли и сюда же столбик с накидом связали вторую галочку 5 воздушных петелек находим средний из трех столбиков следующей группы вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом 5 воздушных петелек и продолжаем так вязать до конца круга следующем седьмом ряду в каждую цепочку из 3 воздушных петель и которыми только что связали мы также будем вязать галочку но галочка будет состоять из столбика с накидом 1 воздушные петельки столбика с накидом а затем 3 воздушные петли столбик с накидом в середину цепочки из 5 воздушных петелек 3 воздушные петли начнем с соединительного столбика чтобы оказаться под цепочкой теперь 3 воздушные петли вместо первого столбика с накидом 1 воздушная петля для разделения и еще столбик с накидом вот эта галочка 3 воздушные петли столбик с накидом свяжем среднюю из 5 воздушных петелек 3 воздушные петли переходим к следующей галочки и под 3 воздушные петли вяжем столбик с накидом воздушную петельку столбик с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом в среднюю из 5 воздушных петелек 3 воздушные петли и под 3 воздушные галочки столбик с накидом 1 воздушная петля столбик с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом в середину цепочки из 5 воздушных петелек 3 воздушные петли и продолжаем висание до конца круга восьмом ряду в каждый столбик что мы связали и в каждую воздушную петельку между двумя столбиками с накидом мы будем вязать галочку и эта галочка будет состоять из столбика с накидом 4 воздушных петелек столбика с накидом между ними между галочками ничего не будет вновь начнем соединительного столбика чтобы оказаться под этой воздушной петелькой 3 воздушные петли вместо первого столбика с накидом 4 воздушные петли для разделения и столбик с накидом сюда же первая галочка переходим к столбику с накидом вяжем в него столбик с накидом 4 воздушные петли столбик с накидом переходим к вот этой воздушной петельки вяжем столбик с накидом 4 воздушные петли столбик с накидом теперь работаем в столбик с накидом столбик с накидом 4 воздушные петли столбик с накидом и продолжаем так вязать галочки и столбиков с накидом и 4 воздушных петелек в каждый столбик с накидом и в каждую галочку предыдущего ряда следующем девятом ряду в каждую цепочку из четырех воздушных петелек мы свяжем столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида и 5 воздушных петелек между ними начнем соединительного столбика чтобы оказаться под цепочкой столбик без накида 1 столбик без накида это всегда 1 воздушная петелька 3 воздушные петли и еще один столбик без накида сюда же теперь 5 воздушных петель под следующую цепочку столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида 5 воздушных петелька под следующую цепочку столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида цепочка из 5 и продолжайте пожалуйста так вязать до конца круга в конце ряда свяжите цепочку из 5 воздушных петелек и соединительный столбик в первую из воздушных петелек этого ряда которая у нас заменяла столбик без накида в десятом и последнем ряду донышка корзинки в цепочке из 3 воздушных петель мы будем вязать пышные столбики такие же как мы вязали когда мы начинали работать над донышком и затем 3 воздушные петли столбик без накида в цепочку из 5 3 воздушные петли вновь начнем соединительного столбика чтобы оказаться под цепочка из 3 воздушных петелек сделаем 3 воздушные петли вместо первого столбика с накидом затем начнем вязать столбик с накидом не закончим его начнем вязать следующий столбик с не закончим его провяжем все вместе 3 воздушные петли под цепочку из 5 воздушных петелек свяжем столбик без накида 3 воздушные петли под цепочку из трех вяжем пышный столбик 1 не законченный столбик с накидом 2 незаконченный столбик с накидом 3 незаконченный столбик с накидом провязываем вместе 3 воздушные петельки столбик без накида под цепочку из 5 3 воздушные петельки начинаем следующий пышный столбик 1 столбик с накидом второй столбик с накидом третий столбик с накидом все не закончены провязываем вместе 3 воздушные петли столбик без накида под цепочку из 5 3 воздушные петли и продолжайте пожалуйста так работать над последним рядом донышко корзинки начинаем вывязывать стенки корзинки и в первом ряду стенок мы свяжем столбик без накида в каждой из пышных столбиков и между ними 5 воздушных петелек 1 столбик без накида это воздушная петелька делаем еще 5 и столбик без накида в следующий пышный столбик 5 воздушных петельок столбик без накида в следующий пышный столбик 5 воздушных петельок столбик без накида в пышный столбик 5 воздушных столбик без накида очень простой ряд продолжайте пожалуйста так вязать и в конце сделайте соединительный столбик в первую воздушную петельку этого ряда следующем двенадцатом ряду мы начинаем вывязывать узор ананас и всего у нас получится 8 ананасов в корзинке для ананаса под одной из цепочек из 5 воздушных петелек мы свяжем 8 столбиков с двумя накидами затем цепочку из 8 воздушных петель пропустим одну цепочку из 5 следующую столбик без накида и затем пропустив еще одну цепочку сделаем цепочку из 8 воздушных петелек и приступим к следующему ананасу начнем с 1 ананаса в начале сделаем соединительный столбик чтобы попасть под цепочку и вместо первого столбика с двумя накидами 4 воздушные петли теперь делаем 2 накида вводим крючок под цепочку провязываем первые две ниточки вторые две ниточки 3 2 ниточки получился столбик с двумя накидами вновь 2 накида вводим крючок протягиваем 1 2 3 2 накида 1 2 3 получаются такие высокие столбики 1 2 3 вот мы связали 5 2 накида 6 следующий 7 следующий 8 теперь делаем цепочку из 8 воздушных петелек пропускаем цепочку из 5 под следующую цепочку можно делать под цепочку можно ввести крючок в серединку этой цепочки в среднюю петельку делаем столбик без накида 8 воздушных петелек пропускаем следующую цепочку из 5 делаем 2 накида и под следующую цепочку 8 столбиков с двумя накидами 1 2 3 4 5 6 6 7 и 8 положили начало второму ананасу делаем 8 воздушных петелек пропускаем цепочку из 5 следующую цепочку в серединку вяжем столбик без накида 8 воздушных петелек и начинаем следующий ананас пропустив одну цепочку из 5 продолжайте пожалуйста работать таким образом в конце этого круга сделайте соединительный столбик в четвертую воздушную петельку подъема в следующем ряду в каждой из столбиков с двумя накидами мы свяжем по столбику с накидом разделив их воздушными петельками а между ананасами начнем вывязывать веерочки свяжем 5 воздушных петелек столбик с накидом столбик без накида 5 воздушных петелек первый столбик с накидом это как всегда 3 воздушные петли затем вяжем еще одну воздушную петельку для разделения следующий столбик вяжем столбик с накидом воздушную петельку столбик с воздушную петельку и так продолжаем вязать столбики с накидами воздушные петли всего у нас их конечно получится 8 так вот я связала 6 7 8 теперь 5 воздушных петель столбик с накидом столбик без накида 5 воздушных петель восемь столбиков с накидом 1 2 с воздушными петельками между ними 3 4 5 6 7 5 воздушных петель столбик с накидом столбик без накида 5 воздушных петель и продолжаем работать над этим рядом следующем четырнадцатом ряду в промежутке между столбиками с накидом по ананасе будем вязать столбики без накида и между этими столбиками 3 воздушные петли а вот в этот одинокий столбик который мы связали в предыдущем ряду мы свяжем пышный столбик и по-прежнему 5 воздушных петелек будут отделять эти столбики от ананаса и так сделаем соединительный столбик чтобы попасть под первую воздушную петельку одну воздушную петельку вместо первого столбика без накида и еще три воздушные петли столбик без накида между следующими двумя столбиками 3 воздушные петли столбик без накида 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 3 воздушные петли последний столбик без накида таким образом мы связали 7 столбиков без накида и 6 маленьких арочек теперь 5 воздушных пиццелек и вяжем пышный столбик начинаем 1 столбик с накидом его не довязываем начинаем 2 не довязываем начинаем 3 не довязываем провязываем все вместе 5 воздушных пиццелек теперь столбик без накида в промежуток между первыми двумя столбиками с накидом и 6 маленьких арочек из 3 воздушных петель 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные столбик 3 воздушные столбик и последние три столбик без накида вновь связали 6 арочек 5 воздушных петелек пышный столбик верхушку столбика с накидом вяжем 1 недовязанной 2 и 3 провязываем все вместе 5 воздушных петель и продолжаем следующий ананас вот так это сейчас выглядит в конце ряда делаем соединительный столбик в первую воздушную петельку которая у нас заменяла 1 столбик без накида и начинаем 15 ряд в пятнадцатом ряду мы продолжаем вязать ананас который будет сужаться останется 5 цепочек из 3 воздушных петелек ави ручки начнут расширяться здесь вместо одного пышного столбика мы свяжем 2 с тремя воздушными петельками между ними в начале каждого ряда мы будем делать два соединительных столбика чтобы оказаться верхушки вот этой цепочки из 3 воздушных петелек и так соединительный столбик в первую воздушную петельку и соединительный столбик во вторую далее мы всегда будем делать воздушную петельку вместо первого столбика без накида и еще 3 воздушные петли под цепочку из 3 столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида под цепочку 3 воздушные петли столбик без накида под цепочку 3 воздушные петли столбик без накида таким образом нас осталось 5 арочек 5 воздушных петелек в пышный столбик вяжем пышный столбик 1 незаконченный столбик с накидом 2 незаконченный столбик 3 провязываем вместе 3 воздушные петли и вяжем еще один пышный столбик в это же место в пышный столбик 1 незаконченный 2 3 5 воздушных петелек и продолжаем работать над следующим ананасом начиная со столбика без накида под первую цепочку из 3 воздушных петелек продолжайте пожалуйста в шестнадцатом ряду между ананасами мы вновь свяжем цепочку из 5 воздушных петелек пышный столбик а затем 3 воздушные петли столбик с накидом 3 воздушные петли пышный столбик цепочку из пяти вновь начнем с двух соединительных столбиков затем воздушные петельки вместо первого столбика без накида еще 3 воздушных петель затем вяжем арочки в этот раз у нас их останется 4 парочки разделены столбиками без накида теперь 5 воздушных петель пышный столбик в пышный столбик 1 столбик с накидом 2 3 провязываем вместе 3 воздушные петли столбик без накида можно связать под цепочку а можно связать во вторую воздушную петельку 3 воздушные петли в пышный столбик вяжем пышный столбик 5 воздушных петель и там начинаем работу над следующим ананасом продолжайте пожалуйста вязать по рисунку в семнадцатом ряду между ананасами мы будем вязать 3 пышных столбика с пятью воздушными петельками между всеми этими столбиками в начале продолжим вязать ананас сделаем два соединительных столбика 4 воздушные петли как всегда в начале и столбики без накида 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида в ананасе у нас осталось три арочки теперь 5 воздушных петелек пышный столбик в пышный столбик как всегда пышные столбики состоят из трех недовязанных столбиков с накидом затем 5 воздушных петелек вяжем пышный столбик 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 с накидом 1 2 3 недовязанный столбик с накидом провязываем вместе 5 воздушных петелек пышный столбик следующий пышный столбик 1 2 3 5 воздушных петелек и столбик без накида в первую арочку ананаса вот так сейчас выглядит этот рисунок в восемнадцатом ряду между пышными столбиками мы свяжем еще по одному столбику с накидом чтобы расширить рисунок в начале как всегда два соединительных столбика 4 воздушные петельки столбик без накида 3 воздушные петельки столбик без накида в нанося осталось две арочки теперь 5 воздушных петель пышный столбик в пышный столбик теперь 3 воздушные петли столбик с накидом в третью из 5 воздушных петелек 3 воздушные петли пышный столбик в пышный столбик 3 воздушные петли столбик с накидом в среднюю из 5 воздушных петелек 3 воздушные петли пышный столбик в пышный столбик 5 воздушных петелек и начинаем работать над следующим ананасом продолжить пожалуйста этот рисунок в девятнадцатом ряду мы свяжем 5 пышных столбиков с пятью воздушными петельками между ними как всегда вначале нужно сделать два соединительных столбика воздушную петельку вместо 1 столбика без накида 3 воздушные петли и столбик без накида в ананасе осталась одна арочка затем 5 воздушных петелек и пышный столбик в пышный столбик 5 воздушных петелек пышный столбик столбик с накидом 5 воздушных петелек 5 воздушных петелек пышный столбик 5 воздушных петелек и столбик в последний пышный столбик 5 воздушных петелек и столбик без накида продолжить пожалуйста этот ряд таким образом в двадцатом ряду в каждой из пышных столбиков мы будем вязать 5 столбиков с накидом и между ними две воздушные петельки в верхушку ананаса свяжем столбик без накида с тремя воздушными петельками вокруг этого столбика начнем вновь соединительных столбиков с двух столбиков чтобы добраться до середины той цепочки из 3 воздушных петелек теперь делаем воздушную петельку вместо первого столбика без накида и 3 воздушные петли переходим к пышному столбику и вяжем 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 2 воздушные петли 5 столбиков с накидом следующий пышный столбик 3 4 5 2 воздушные петли 5 столбиков с накидом следующий столбик 2 воздушные петли 5 столбиков с накидом следующий пышный столбик 2 воздушные петли 2 воздушные петли и последняя группа из 5 столбиков с накидом в этом веерочки 345 столбиков теперь 3 воздушные петли столбик без накида верхушку ананаса 3 воздушные петли и начинаем вязать следующую группу из 5 столбиков с накидом вот так теперь выглядит этот веерочек закончите этот ряд пожалуйста в последнем двадцать первом ряду корзинки мы вяжем полустолбики полустолбик в каждой из столбиков с накидом полустолбик каждую воздушную петельку и вот здесь над ананасом мы соединяем веерочки то есть сразу от первого переходим к следующему над ананасом ничего не вяжем поэтому в начале доберемся соединительными столбиками до первых пяти столбиков с накидом вот я делаю соединительные столбики в каждую воздушную петельку и теперь соединительный столбик в 1 из 5 столбиков с накидом вяжу 2 воздушные петли вместо первого полустолбика и в следующий столбик с накидом начинаю как бы столбик с накидом но провязываю все петельки вместе следующий столбик с накидом полустолбик следующий столбик с накидом полустолбик следующий столбик с накидом полустолбик далее у нас идет цепочка из 2 воздушных петелек можно связать полустолбики под цепочку 2 полустолбика теперь вновь вяжем полустолбики столбики с накидом 1 2 3 4 5 вот такой плотненький край у нас получается и 2 полустолбика под цепочку полустолбики в столбике 1 2 3 4 5 2 полустолбика еще одна группа из пяти 1 2 3 4 5 полустолбик 2 под цепочку и последние пять в этом и ручки 1 2 3 4 5 и вот сейчас сразу переходим к следующему веерочку вяжем полустолбик в 1 из пяти и так далее закончите пожалуйста этот ряд в конце ряда сделайте соединительный столбик во вторую воздушную петельку этого ряда и вот я закончила вязать этот ряд отрезала нитку дело ее в иголку и пропустила иголку по до довольно большое количество ниточек протянула вот таким образом и теперь нитку можно отрезать и вот корзинка связано теперь ей нужно придать форму я обычно использую крахмал и у меня на канале есть видео по приданию формы вязаным изделием посмотрите пожалуйста если нужно форма вашей корзинки будет зависеть от того на чем вы ее будете сушить после накрахмаливания я например одну корзинку высушила на вот этой перевернутой стеклянной чаши у нее донышко не очень большого диаметра и несколько округлой и поэтому корзинка получилась довольно высокой а другую корзинку я высушила на плетеной корзинке которую я положил в целлофановый пакет у этой корзинки донышко побольше с более выраженными краями и корзинка получилась несколько ниже после того как вы найдете на чем корзинку будете сушить сварите крахмальный клейстер замочите там корзинку на несколько минут хорошо выжмите и натяните на найденную форму и оставьте сушиться приблизительно на сутки в течение этого времени подходите корзинки и продолжайте ее расправлять растягивать придавая нужную форму поскольку вязаные изделия в процессе сушки имеет тенденцию несколько сжиматься приусаживаться на этом сегодня все если вам понравилось видео корзинка которую мы связали пожалуйста нажмите на кнопочку лайк и если вы еще не подписались на канал но хотите быть в курсе новых проектов подписывайтесь и нажимайте кнопку колокольчика на моем канале есть и другие видео с корзинками с вазами и другими предметами домашнего декора посмотрите пожалуйста если интересно спасибо за просмотр до следующего видео до свидания